В эфире информационно-музыкальная программа Радио Карачаева Черкесии Республика. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре среда, 25 октября, в студии Болду Байрамукова. И я рада приветствовать всех, кто это утро встречает вместе с нами. И по традиции, коротко знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня День Приморского края, День Таможенника Российской Федерации, День Работника Кабельной Промышленности в России, День Конституции Литвы, Праздник Мельников Беларуси. В 1762 году Екатерина II повелела заселить малообжитые районы России иностранцами. В 1854 году произошло Бакалавское сражение, крупнейшая битва Крымской войны. В 1922 году в Советской России завершилась Гражданская война. В 1971 году Тайвань был исключен из состава ООН. В 1990 году вышел в эфир первый выпуск телеигры «Влада Лисьева. Поле чудес». В этот день в разные годы родились такие известные люди, как австрийский композитор и дирижер, король вальсов Иоганн Штрауссен, французский композитор Жорж Безе, русский писатель Глеб Успенский, испанский художник Пабло Пикассо, советский военачальник, маршал Советского Союза Александр Егоров, советская российская оперная певица, режиссер, педагог, народная артистка СССР Галина Вишневская, французская актриса театра и кино Анни Жерардо, советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Тамара Асёмина. Далее нашу программу продолжит Москва. Не переключайтесь. Продолжение следует... 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 И нуждаются наши школьники в библиотеках. Может быть в школах, не может быть, а в школах есть библиотеки. Но когда, в общем-то, Дом культуры сельского поселения, это был центр культуры. Нужно, не нужно, люди приходят, общаются. Не секрет, что дома культуры в сельских поселениях очень давно нуждались в ремонте, в реконструкции зданий. Но это накладывало отпечатки, естественно, на досуг населения, на то, что молодежи некуда ходить. И понятно, что культура сельских поселений от этого только страдала. Возможно, ремонты проводились, но капитальных ремонтов очень давно не было. В соответствии с постановлением правительства Карачаевой Черкесской Республики о развитии культуры на 2017-2022 годы были сельскими поселениями аула Джигута, станицы Красногорской и аула Саратюз. Разработана сметно-проектная документация, прошли экспертизу, все эти бумаги. И вот в 2017 году началась реконструкция этих зданий. Что это предполагает? Это замена крыш, ремонт фасадов, внутренних коммуникаций, водоотведений, систем отопления, водоснабжения. Также будут проведены работы по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям сельских домов культуры. Завершение работ по реконструкции домов культуры в Возжигутинском районе планируется до конца 2017 года. Отмечу, что в настоящее время в Карачаевой Черкесии при поддержке главы Республики Рашида Тимрезова в рамках реализации федеральных целевых программ по развитию сельских территорий, туризма и культуры в Республике ведется строительство и реконструкция 12 домов культуры в разных муниципальных образованиях региона. В селе Терезе Малокарачаевского района практически заново отстроили дом культуры. По словам директора школы села Терезе Руслана Узденова, теперь у жителей населенного пункта будет место, где собраться и проводить не только сход граждан, но и свой досуг. С жителем села негде собираться, даже если сход граждан. Поэтому если будет где собираться, откроется около 10 новых рабочих мест, это уже 10 семей, а придут кормильца. Плюсы большие, возлагаем большие надежды на этот клуб. Спасибо руководству республики, руководству района за то, что в такие непростые времена нашли возможность. В Абазинском районе в ауле Псыш из-за ветхости здания подрядчиками было решено попросту снести его и заново отстроить. Отрадно отметить и то, что строители-подрядчики вносят не только свой физический, но и, что немаловажно, материальный вклад. Было решено, что в новом здании дома культуры в фойе будет располагаться доска почета выдающихся жителей аула, говорит заместитель министра строительства ЖКХ Канатолий Шхаев. У нас подрядные организации все местные, из числа наших строителей, там естественно их отбирали, чтобы никто не подвел, то есть работали с теми людьми, которые уже не один объект построили, на которых можно, скажем так, понадеяться. Почему? Потому что сроки у нас довольно ограничены были. Ну и кроме того, буквально вот встречаешься с подрядчиками, некоторые вещи, допустим, они делают даже за свой счет. Исходя вот именно как бы из патриотических чувств, в плане, что я сам в этом селе вырос, там, ну и в таком плане. Поэтому многие вещи, они уже как бы с душой подходят, не просто так. Поэтому надеемся, что у нас никаких проколов с водом этих объектов до конца года не будет. Как отметил представитель Дирекции управления капитального строительства Карачао-Черкесии Ахмат Чучаев, Дома культуры будут оснащены всем необходимым. Средства на эти цели будут выделены из регионального бюджета. Правительством Карачао-Черкесской республики выделены дополнительные средства для технического оснащения этих объектов культуры, где будут установлены современные кресла, современная осветительная аппаратура, современная звуковая аппаратура, современная красивая одежда сцены, кулисы, генеральный занавес, задники. Все это будет соответствовать тем новым требованиям, которые сегодня есть, чтобы люди пришли реально в новый очаг культуры, который будет радовать и глаза, и греть душу. Новые дома культуры планируется завершить уже к концу этого года. И по словам специалистов, они будут оснащены по последнему слову техники, удобной сцены и декорации. Одним словом, будет сделано все для того, чтобы жители сельских поселений могли провести свой досок не только с пользой, но и в комфортных условиях. Субтитры создавал DimaTorzok Казалось, уж не ждал, улетала не спеша, бесприютная душа, и никто ее полету не мешал. Да, высоко, ей казалось, так будет легко. Оставаться в небе, где земные беды больше не коснуться. А душа тоскует... А душа тоскует... Только в жизни не хую... Ей нельзя вернуться... Оставаться в небе, где земные беды... Больше не коснуться... А душа тоскует... А душа тоскует... Только в жизнь не хую... Ей нельзя вернуться... На земле ее не ждут... В небесах ее не ждут... Места нет ни в этой жизни, ни в былой... И заплакала душа... Чем же я не хороша... Я осталась между небом и землей... Да, высоко... Оказалось не так уж легко... Оставаться в небе, где земные беды... Больше не коснуться... А душа тоскует... Только в жизнь земную... Ей нельзя вернуться... Плачь услышала любовь... Что молилась вновь и вновь... За спасение потерянной души... И спасение нашла... Бесприютная душа... Только шепчет она изредка в тиши... Там... Высоко... Ей казалось, так будет легко... Оставаться в небе, где земные беды... Больше не коснуться... А душа тоскует... Только в жизнь земную... Ей нельзя вернуться... Оставаться в небе, где земные беды... Больше не коснуться... А душа тоскует... Только в жизнь земную... Ей нельзя вернуться... А sie... А... Ну... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Через церковную балку, так называемую, прямо туда, в сторону, через поверхование Марухи, на Шаванинские храмы, проходит дорога средневековая. И мы назвали ее по следам древних дорог, и туда вот будем прокладывать конные маршруты. Местами участки этой дороги остались вымощены из камней, как на Красной площади. То есть по этой дороге две, например, повозки могли свободно разъезжаться. Конечно, это для туристов сразу посадить на лошади и отправить это невозможно. И даже сперва, значит, там в Нижнем Архизе у нас будут они обучаться, там будут проходить, там будут жить, там гостиничные номера у нас будут. Декоративно-прикладное искусство, там будет развиваться у нас вкусням. Например, за Северным храмом у нас намечено, одобрено Москвой создание этнодеревни, так называемые. То есть показать, вот здесь вот аланская культура, вот здесь вот город Алана жили, а там вот здесь 19-20 века, вот потомки здесь, преемственность историческая. Это тоже будет обозначено. Ну и национальная кухня на этой едной деревне. То есть туристы уже, которые будут приходить туда на наши объекты, в частности на Нижнее Архизское городище, после искусства, трех-четырех часов, они могут купить там, в общем, сувениры, могут полакомиться народными кушаниями, отдохнуть. И на лошадях мы можем их уже отправить на Сенты, на Чувану и на Хумару. Несомненно, наши памятники истории и культуры имеют неоценимое значение, чем и привлекают не только туристов. Если работники Государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника воплотят в жизнь свои планы, то можно смело утверждать, что богатейшее культурное наследие и уникальные памятники древности будут сохранены для грядущего поколения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На волне радио Карачева Черкесии Информационно-музыкальная программа «Республика» По данным статистики, в осенний период времени наблюдается рост бытовых пожаров Основными причинами возникновения возгорания являются неосторожное обращение с огнем неисправность печного оборудования и электропроводки короткое замыкание и шалость детей оставленных без присмотра Рассказывает Руфина Ковалева Освежить свои знания о требовании пожарной безопасности и правил личной безопасности Особое внимание уделить неисправному отоплению и ветхой электропроводке принять срочные соответствующие меры для устранения неисправности Это обязанности каждого особенно в преддверии нового пожароопасного сезона Отдельно хотелось бы заострелить внимание на правилах пользования газовыми приборами в быту Большинство граждан особо не задумываются о безопасности когда используют газовые плиты и баллоны Тем не менее, статистика пожаров, возникших из-за них, говорит сама за себя Основные требования к безопасной эксплуатации газового оборудования зданий прописаны в Жилищном и Гражданском кодексах Российской Федерации Исходя из них, формируются иные нормативные правовые акты регулирующие отношения хозяйствующих субъектов В том числе устанавливающие требования к системам, процессам, исполнителям и потребителям при обеспечении безопасного и постоянного газоснабжения Об этом рассказывает специалист пресс-службы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Карина Качарова Незнание элементарных правил пожарной безопасности может привести к взрывам и пожарам Все лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами и аппаратами, обязаны Пройти инструктаж в техническом кабинете газового хозяйства Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции Проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход Перед включением газовой колонки или котла необходимо проверить наличие тяги в дымоходе Для этого подносится горячая спичка к отверстию запальника или под колпак колонки Если тяга отсутствует, пламя спокойное, не отклоняется в сторону прибора или пламя отклоняется в сторону помещения Пользоваться газовым прибором запрещено По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними А при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов Следить за состоянием гибкого шланга, он не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов Содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы Не закрывать краны газовых стояков в квартирах первого этажа Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами. При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства, допускать работников для осмотра и ремонта газопроводов и газовых приборов в любое время суток. Помните, хранение и применение в квартирах баллонов со сжиженным газом может привести к взрыву и пожару в квартире и разрушению дома. Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Ведь ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны у посторонних лиц. Помните, при включенном газовом приборе, плите, колонке или котле на кухне обязательно должна быть открыта форточка для обеспечения притока воздуха. Перед пользованием духовым шкафом его необходимо проветрить, открыв дверцу шкафа и дверцу сушильного шкафа для притока воздуха к горелке духовки. По окончании пользования газом необходимо закрыть краны перед газовыми приборами и на них, если газ баллоны, закрыт вентиль на баллоне и краны на приборе. Запрещается пользоваться газом для отопления помещения, пользоваться для сна помещениями, где установлены газовые приборы, производить самовольную газификацию дома или квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями, вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройства дымовых и вентиляционных систем, отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, особенно при обнаружении утечки газа. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки, газифицированных печей и дымоходов. Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов. Помните, проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию газового оборудования должны проводить специализированные организации, имеющие на данный вид деятельность и лицензию. Самостоятельно устанавливать и запускать газовое оборудование в работу категорически запрещается. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности при пользовании газом. В рамках подготовки к пожароопасному сезону в Карачаево-Черкесии реализуется надзорно-профилактическая операция «Водоисточник». До конца ноября проводятся проверки исправности пожарных гидрантов, водозаборных сооружений и противопожарных водопроводов. Особое внимание уделяется состоянию дорог и проездов к источникам противопожарного водоснабжения, наличия соответствующих указательных знаков к гидрантам. Руководители организации обязаны обеспечивать исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и организовывать проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год с составлением соответствующих актов. Одной из основных составляющих успеха тушения пожаров является бесперебойная подача воды. При отсутствии поблизости водоисточников пожарным приходится организовывать подвоз воды, что увеличивает время ликвидации возгорания. Напоминаем гражданам, что стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов категорически запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, без осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду, температура воздуха 12-17 градусов тепла, в горах до плюс 11. В Черкесске без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду, температура воздуха до 17 градусов больше 0. На этом информационно-музыкальная программа радио Карачева Черкесия Республика подошла к концу. Над выпуском работали корреспонденты службы информации, звукорежиссер и оператор монтажа Ансар Кубанов. В студии работала Булду Байрамукова. Мы прощаемся с вами и желаем всем удачного дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok